Пока Дима там протирает, я хочу попить капучино. Немножечко оно так взбадривает, но как бы спишь с него хорошо. На него у нас уже был обзор, у меня заканчивается уже. Но вкусный такой все равно вкусный. Вот я жду. Ложечкой вот новенькой. Золотистый. Тут у нас яблоки, кстати, яблоки вот эти. Ну, не знаю, это, конечно, у нас в Самаре. Кто в Самаре живет, обалденные просто яблоки. Проезжает в фургон небольшой с яблочками. Не знаю, какой-то, мне кажется, там даже вкус ели, что ли. Они, наверное, может, еловые рощи или там в бару каком-то, не знаю, растут, может быть, дерево. Ну, не знаю, мне так понравились. Они такие ароматные, такие вкусные. Ну, тут у нас помелочи. Тут вот Диме я буду гранатовый сок делать попозже. Вот у нас сухарики досыхают. Вот тут мои лекарства я пью еще. Вторую упаковку, кстати, допиваем. Сегодня буду мыть голову, посмотрю, выпадают у меня волосы или нет. Вот, ну, так вот. А, и Диме, конечно, яйца. Заранее почистила муж, это, мусор выбрасывала. Я думаю, чтоб не оставалось. Тут надо почистить заранее апельсин, сразу киви, банан почистила. Ну, яблоко еще было, мы уже съели его. Чтобы выкинуть, думаю, хотя бы сегодня мусора не будет этого вонючего. Думаю, будет уже только завтра. Ну, завтра это далеко, это завтра. Вот так у нас Дима любит смотреть на окошко. Да, Дима? Сонечка, нет? Да, Дима. Смотри, волосики какие красивые. На солнышке они такие золотые. Да? Там у нас еще снег, потому что у нас конец марта. Еще только конец, ролик выйдет в апреле. Да? Дима вот так вот смотрит. Там что там? Там солнышко. Окна надо мыть. Окна вниз. Как раз пока мы на карантине, по-моему, укладай. Так. Ну, вот она, эта капучинка. На нее с вами, кстати, был обзор. Я делала здесь 300 грамм. Но для того, чтобы появился вкус, нужно класть от 7 ложек чайных до 10 штук. Я посчитала, что 10 штук ложек, это получается 33 грамма. Ну, где-то 3 грамма. Вернее, 30 грамм, например. То это получается на 10 раз. Ты уже даже висишь у меня. Сейчас ты шлепнешься, Дима. Сильный ты стал, Дима? Сильный стал, да? Короче, 300 грамм, это получается по 30 грамм добавлять, чтобы был хоть какой-то более-менее вкус. Потому что 1, 2, 3 чайные ложки вообще вкус ни о чем. Тогда получается то, что этого капучина на 10 раз хватит. Причем его цена там, по-моему, 170 рублей где-то с чем-то. 174. Дима, не надо ее закрывать. Вот так прикрой. А вторая? А как я у тебя учила их прикрывать? Надо одновременно, да? Нет? Не надо? Ну, ладно. Короче, вот так вот. Вот я сижу, жду, пока у меня капучинка моя остынет. Там осталась последняя чашечка. Прям вообще самая-самая, наверное, маленькая. Да, Дима? Дима. Что ты там на улице увидел? Что Дима увидел на улице? Что Дима на улице увидел? Так, все. Там солнышко. Скажи, я гулять хочу. А нельзя. Карантин. Мы на карантине с тобой. Такая весна. Потерпи, малыш. Там солнышко. Дима. Дима. Скажи лайки, 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 лайки. Ставьте нам лайки. Скажи, Дима. Покажи лайк. Лайк покажи. Покажи. Вот. Поверни его боком. Вот да, вот так вот. Аккуратно. Не, не, не. Такие нам не надо. Вот такие, да. Молодец. 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 Что ты тут? Дима ругается. Блин, не видно. Ругается там, короче, за холодильником. А, вот видно. О, видно. Там, короче, плохо прокрашено. Да, это у нас дедушка Димина. Димин дедушка. Его попросили там покрасить. И он покрасил кое-как. Да, Дима? Плохо покрасил. Тут все видно. Вот подходишь вот так вот. И видно все. Вот оно. Все видно. Вот так вот. Бывают красить мужчины, да? Мужчины окажется. А мама вот тут вот красила трубу. Недавно. Мы с вами, кстати, красили. Ох, хорошо он ее покрасил. Правда, она что-то у меня уже испачкалась, что ли, тут. Когда она успела-то, господи. О, сегодня, кстати, потеплее батарея. Два дня назад вообще была чуть теплая. Вот, я прям вообще-то ее классно покрасила. О, какая беленькая стала. Была черненькая. Тут у нас отрывок. Оторвали у нас трубы в стене. И вот эта труба потекла. Вот, а эта еще нормальная. Вот она. Вот здесь вот. Видно, вот она, плесень внутри обоев. Вот там он, вот пятно. Видно, на такой прям подтеке было. Потекло, потекло. Ну, сказали, что это наша труба. Вот меняли. И в Диме на комнате тоже поменяли. Там тоже прям в стене труба потекла. Что ты расскажешь? Ой, какой Дима сладкий. Какой Дима сладкий. Сюда смотри. Дима, ты куда отвернулся-то? А? Дима. А? Ай, ты какой сладкий. Ты какой сладкий, Дима. Да? Ты на маму смотришь? На маму смотришь. Да? Ты какой сладкий. Волосы чистые. Дима сегодня помылся, да? И Дима красивые волосы у него. Да, вас не за. Не такие, конечно, как были изначально. Изначально мы прям были такие большие. Дима. Такие прям кудры у него были. Такие красивые. Но прабабушка подумала, что нужно отстричь их. И постригла. Какое-то время Дима даже не появлялся в роликах. Потому что мы ждали, пока у него отрастут. Причем она так его пострила, как будто ребенок сам себя постриг. То есть одна вот так вот прядь выше, другая ниже, выше, ниже. Просто был кошмар. У него была стрижка, было все так хорошо. А науца решила отомстить нам. Да. Еще вот надо ему это, чтобы рядочек у него тут был хорош. Не рядочек, а чтобы вот точечка, как у мальчиков бывает. И волосы в разные стороны. Чтобы тут тоже все прилеглось, да? Да ну что ты, мама тебя расчесывает, расчесывает? Да? И они уже не так кудрявятся. Один раз постригли и все. Как-то, видимо, надо стрижку какую-то. Ну что ты, посмотри на меня. Посмотри. Ой, еще челку нам отстригли, добавок. Неровно сделали. Вот все было ровненько у Димы. Все было пострижено, но нет. Кто-то взял то ли одна баба, то ли другая баба. Взяли челку еще отстригли. Носи, посею носи. Да? Да. Да. Ты такой сладкий, да?